Ребята, всем привет! Меня зовут Катя Кирьянова. Я сегодня что-то разговорилась на русском и решила записать такое мини-новое приветственное видео из моей квартиры в Москве. Я переехала в Москву два месяца назад, чуть меньше. И вот новая волна этого блога, я к этому шла очень долго, потому что в 2019 году, когда здесь все только начиналось и все было иначе в наших жизнях, я публиковала всякие интервью с теми, кто со мной знаком уже много лет. Спасибо вам за то, что во всякие мои периоды оставались со мной. Сейчас кто-то уже сидит в моем телеграм-канале, недавно мне сказали, что 6 лет тебя смотрю. И вау, меня это сильно вдохновило, потому что тогда я забросила канал, именно потому что было много негатива. На тот момент я с этим не могла справиться, мне было там 22 года, и в 2019 уже 24. Я тогда и не представляла, что я буду сидеть в Москве, буду жить в Москве, никогда здесь не жила. Так как я блогер-самоучка, не тот, кто по каким-то формулам развивался, мне нравилось, я вела блог. И я чувствовала, что много людей приходило на интервью, да, залетает в интервью, и все такие, а, Катя, ладно, и не особо подписывались. Хотя теперь я знаю, что это работает иначе, и надо было продолжать, но я тогда не выдержала. У меня возник вопрос, а зачем я это делаю, если я в ответ получаю всякие странные комментарии, что я плохо говорю по-русски, что я не знаю, из чего делается Тархун, и вот прочее, то, что сейчас я вижу совершенно иначе. Я к этому готова. Я прошла пять лет не переставая велоблог, там были разные моменты, но тогда, в 2020 году, я начала свой блог на испанском. Bienvenido al festival de latinoамерика. Я конечусь с вами в форме сердца. Как viajar на трени в России gratис? Я здесь, а там меня знают, и мама тех, кто смотрит, знает. Это, на самом деле, удивительная вещь, вообще, онлайн, вот это присутствие в жизнях людей, это волшебная вещь, и мне очень хотелось давно на русском тоже ее растить, да, потому что, как так, на русском-то я стесняюсь, на русском-то у меня много комплексов, на русском-то это как бы сразу в душу все летит, там-то, ну, скажут и скажут, но они намного более лояльные, изначально, когда ты, русская девушка, начинаешь канал, и там все, ой, какая ты вообще классная, привет, один позитив, несколько лет шел, и там были разные волны того, что их смущало, и тогда, и через другие виды хейта там проходишь, и просто понимаешь, что, окей, у меня-то здесь свои цели, поэтому here I am, да, в том году я съездила в США, поработала там месяц, в этом году я съездила на Мальдивы, у меня был такой интересный, эмоционально насыщенный год, и вот, собственно, за этот год я максимально раскрылась и выросла до того, чтобы здесь с вами говорить открыто, так что спасибо, что смотрите. В 2011 году я поступила на факультет менеджмента в Санкт-Петербурге, высшая школа менеджмента, тогда лучшая бизнес-школа восточной Европы, у нас была половина уроков на английском, мы учились по такому международному формату, всегда с иностранцами, всегда с международными обменами. Потом я осталась на магистратуру, съездила поучиться в Чили, и у меня такие бизнесовые знания, и у меня всегда было стремление именно к такому crazy предпринимательству. Я сейчас специально буду иностранные слова употреблять, потому что я хочу заново использовать языки, да, и буду это так ненавязчиво делать, не то, что я забыла русские слова. И получается, с тех пор у меня были свои проекты, да. Вы меня знаете здесь как Катя Туру, которая ездит в транссип с иностранцами, тогда все было весело, все было чуть иначе, но мы идем только к лучшему, и я счастлива, что я осталась здесь, как вот эта такая международная единица с такими контактами. У меня шесть языков, я понимаю, и общаюсь с разными людьми со всего мира. И вот это знание, я транслировала русскую культуру, русский язык, я преподаю уже четыре года иностранцам, но только я не просто преподаватель, я продаю курсы. Курсы — это прекрасная вещь, которая помогает нам как профессионалу закрепить свои знания, раскрыться и меньше работать, больше отдавать знаний людям и уже смотреть их прогресс. Поэтому волшебная такая... Я благодарна судьбе, что существуют онлайн-профессии, что ко мне обращались все это время люди из-за границы, отовсюду, абсолютно отовсюду. И я признаюсь, мне было очень сложно находить коннект, находить связь обратно здесь с людьми. Даже сейчас в Москве, хотя Москва — это такой вроде наиболее открытый, скажем, космополитен город, где мне должно быть комфортно, но поймите, попытайтесь меня понять, представьте, что у меня в голове. Я большую часть своего дня записываю видео, общаюсь с учениками, подписчиками на испанском, периодически на английском. Я испанский дошла до такого уровня, что я не то что как носитель, я носитель на разных акцентах, я их культуру переняла, и оно все отражается в моем мышлении. То, что у меня слова вылезают на других языках, уж извините, у меня куча там всего. Катя, как ты не путаешь? А я по-французски говорю, я по-английски говорю, я китайский знаю достаточно хорошо, и понимаю португальский, итальянский. Что у меня в голове? Как у меня устроены там процессы? Потому что, извините, это такая же база данных, такой же искусственный интеллект, который вытаскивает, вот так вот идет фраза, и он вытаскивает следующее слово из наиболее используемых. И когда мы не говорим на своем языке, мы забываем свой собственный язык, это нормально, потому что нужно поддерживать контакт. Ты должен жить в этом мире, слушать его. Отдельное видео очень хочу про языки записать на моей новой высоте. Для тех, кто хочет учить. Может быть, сейчас учите, до сих пор все равно учите английский, может быть, испанский сейчас больше. Если учите испанский и танцуете бачату, или и то, и то, или... Одно из двух, добавляйтесь в телеграм-канал Катя Туру, там я как-то поактивнее пишу, раскрываюсь в письменном виде. И для того, чтобы делать контент, который интересен людям, нужно этот контакт иметь, да, нужно понимать как-то друг друга. А мы, ну вот, не понимали, я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто по интересам, да, по моему видению, вот то, что я делаю там ежедневно, оно не откликается у тех, кто вот там совсем другими вещами живет. И я очень рада, что этим летом это тоже начало немножко устаканиваться. У меня потихоньку уходит чувство, что то, что я на русском говорю, это полная никому не нужная фигня. Уверенность появляется. Я познакомилась с блогерами, которые для меня были там чем-то вообще неземным. А сейчас я настолько себя дорастила, что я себя чувствую на равном с ними, на равных. И я, то есть, просто могу пообщаться, я могу на «ты» сказать. Я научилась жить из своих высоких рангов. И именно этому я хочу дальше посвящать свои блоги здесь. Я хочу учить коммуникации. Я хочу учить продавать идеи во всех смыслах этого слова. Я хочу учить деятельному кайфу, как быть в гармонии с собой, как ценить свою жизнь, и как жить так, чтобы тебе было хорошо, и из-за этого у тебя все получалось. И из технических жестких навыков я бы хотела, твердых, я бы хотела делиться, конечно, навыками контента, конечно, продуктивностью и уловками захвата внимания. Того, как и о чем говорить, чтобы строить реальный личный бренд, чтобы он тебе служил. Потому что ошибок очень много допускается, и все хотят. Сейчас с каждым днем все больше и больше всего всплывает в интернете. И окей, а где я? И как мне продолжать прокладывать эти рельсы, прокладывать свой путь? Господи, как сложно прокладывать рельсы, как мне не забить на это и не сесть на какой-нибудь поезд, который меня увезет, как говорит Хакамада, куда-то хрен знает куда. Как? Потому что первый мой курс по блогингу, который я провела с марта до июня этого года, он вылился примерно в это. «Ой, а и то, что я говорю, никому не нужно. Ой, а там вот уже куча людей сидит. И я не буду, пожалуй, все-все, закроюсь в свою норку и посылаю по факту свою жизнь, свои цели и вообще то, что я хочу иметь, просто потому что. Потому что мне не хватило вот этой внутренней энергии, силы, воли на то, чтобы осмелиться жить в себя. Я очень счастлива, что в том числе выбор моей вот этой квартиры вызвал именно такой резонанс, потому что это вот те самые безумные люди, которых многие так хейтят, которые богатеют на каких-то эфемерных идеях часто. Тут выбор каждого, я считаю. Выбор каждого, насколько ты хочешь давать ценности. Потому что, да, люди покупают, но в итоге это мой договор с собой. Я могу вас какой-то хрени учить, и вы это съедите, может быть, но мне-то потом каково будет. А можно прекрасно, выбирая себя, выбирая какие-то смелые решения, выбирая вот такой образ жизни, который тебе комфортит, тебе при этом может быть очень полезным обществу, очень эмпатичным, помогающим, реально важным человеком в обществе. Я вот сижу здесь, смотрю, да я мечтать не могла о таком виде на Москву. Я думала, ну, сниму что-нибудь, да, вот примерно такой бюджет, и потом я просто чувствую, не случайно вылезло объявление, чуть на 20 тысяч дороже, чем я смотрела. Я сижу и плачу. Я представляю это, и я там буду сидеть, я там буду записывать свои ролики, и я иду туда. Да, мне было сложно, это выше моей головы было, это такое решение для всех. Я вас не призываю так делать, ни в коем случае, если вы не готовы. Но я так счастлива, что я живу. Кто-то подумает, ууу, я отложу на завтра, это пассив. Рациональное, очень рациональный подход к жизни, когда ты что-то все про завтра. И это отчасти правильно, да, без завтра мы никак, надо позаботиться о себе завтра, не брать там, не брать кредитов, которые воруют нашу жизнь завтра. Но в то же время, если вот это как бы достаточно достигаемо, то осмелится. Да, потому что год жизни в квартире, это очень много. И вы представите год. Вот, например, я вписалась бы в квартиру, которая, ну, говно. То есть я смотрела, косметический ремонт, спать на диване, ну вот что-то там. А деньги все равно, деньги уходят большие. И год жизни вместе, который вдохновляет, который вот просто каждый день в окно хочется смотреть, снимать. И вот оно все, вот оно я, у меня все на ладони здесь. Вот это ощущение, оно, ну, оно и есть жизнь. И я делаю все для того, чтобы мне не переставать жить. Я люблю танцевать, я езжу танцевать. Даже когда сложный момент, я не теряю вот этот баланс. Это работа, это сложно, это предполагает, что я где-то в другом месте должна побольше поработать. Да, я должна себе подготовить такую платформу, чтобы при там сложном переходе на новый финансовый уровень, где мы такие, что вообще, что, но я полагаюсь на себя, и я смело туда иду, и это только, только на моей вот этой энергии может прокрутиться. И поэтому я должна продолжать жить. Мне должно быть в кайф здесь. Я иду из того, что, блин, я вот сейчас хочу новую одежду. И я это хочу не просто вот так вот, зло как-то завидуя тем, у кого она уже есть. Да я вижу, как девчонки на мероприятии, типа, супер одеты в богатые бренды, они вот так на меня смотрят, потому что от меня энергетика прет. Я развела в себе то, что все мечтают развить. Это быть, быть, быть максимально уверенной и просто, типа, довольной собой, вне зависимости от того, что, блин, я на эту встречу пошла в старой, ну, такой одежде, в которой мне бы хотелось по-другому, наверное, одеться. Я иду в своих кедах, иду в затоптанных, и здравствуйте, это я. И вот как это назвать, да, чему я собираюсь учить? Я проще, проще сказать, учить продажам, учить контенту, но только выходи туда, и кто тебя слушать захочет. Все в итоге здесь. Все на энергии, все на том, ну, вообще, кто ты, каково тебе? А я была самым зажатым человеком в мире, максимально, просто сам зажатым. Я хожу на йогу, я работаю, я не танцор, я танцую, я певец такой, тоже любитель, но я пою, потому что я хочу туда идти, я хочу раскрываться. Все, хватит. Хотела быстро, пять минут, получилось 17. Ну и что? Зато я вернусь на канал, зато я с ним начну отношения выстраивать, и с вами, пожалуйста, если у вас как-то откликается, поставьте мне лайк, или как-нибудь отзовитесь, потому что иногда очень важно услышать то самое пресловутое мнение со стороны. Мне недавно написали, что что-то типа такой энергичный, позитивный блогер, хорошие слова, или для кого-то я вот такой человек, как я слежу за своими блогерами, а кто-то так уже за мной следит, и я абсолютно без гордыни к этому отношусь, но это волшебная вещь, и всегда человека, который осмеливается и что-то там нам транслирует через видео в интернете, ему важно, это, конечно, конечно, я для кого-то это делаю, я могу для себя загружать, но я могу не загружать для себя, вот я поговорила, все, но, конечно, здесь мы про что-то общее, и про то, что я вам могу дать, так, чтобы вам просто, вам это было ценно. Все, увидимся, если что, я начинаю, господи, на ВКонтакте, YouTube закрыл монетизацию, новости этого месяца, YouTube закрыл монетизацию, я еще с 22 года, два года получала оттуда деньги, потому что моя аудитория за границей, им показывалась реклама, и были супер хитрые способы вывода, но они были официальные, через банки, также выводишь с YouTube, и я благодаря этой денежке купила себе айфон, купила макбук, и купила, потому что они периодически копились, копились, и потом раз, и найдется способ вывести, и вот сейчас мне это помогло очень с переездом, поэтому, ну вот, к сожалению, сейчас вот так все произошло, загружать особо ничего не хочется теперь на YouTube, но посмотрим, может появятся другие места, они должны появиться, и тоже, понимаете, да, я вот только переехала, и вот что-то такое стабильное, где каждый месяц меня уже смотрит много людей, обрывается, ну что, я погрустила один вечер, просто я не хотела в это верить, да, что хочется думать, что найдется способ, но когда тебя закрывают AdSense, деактивируют, и говорят, спустя много лет блогинга, тебе говорят, начните свою монетизацию с YouTube, такой, ну спасибо, да, но опять же, эмоциональная стабильность, этому просто обязательно будем учиться, я на следующий день, все, я работаю дальше, у меня дальше идут дела, я ищу просто новый способ, все, и он есть, и они есть, и все, спасибо за внимание, Кирьянова, мой новый аккаунт, да, Катя Туру, старый, на испанском, кто хочет слушать.